Размеры не имеют значения. Какие размеры? Размеры имеют значения, типа что... Что? Нет, что для тебя, что для меня, понятное дело. Что? Нет. Имеет, Саша, у тебя Венера в весах. Давай ты не будешь меня обманывать. В меня нет тайн от моего партнёра. Ты всегда от меня скрываешь что-то. Неправда. World Team Market. Лучшая площадка для продажи и покупки игровых аккаунтов. Хочешь приобрести Кэсго с праймом за 90 рублей или ПАП за 100? Регистрируйся на сайте. Пополняй баланс и покупай. А может ты хочешь продать свой аккаунт? Все товары проверяются ботом. Мы даем вам гарантию на наше сортимент. Тут продаются тысячи аккаунтов ежедневно. Попробуй и ты. Совместима ли ваша пара? Ой, щас Сашку позову. Щас, 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 щас. Щас. Может, проходили такой, нет? Нет. Ты шутишь? Никогда мы не проходили тест. Нельзя потакать детским капризом. Браузерная игра 18+. Зайди с моего образа. Нельзя потакать или можно? Я считаю, смотря в каком возрасте. Типа в возрасте маленьком можно что-то разрешать лишнее. А когда ребенок... А когда ребенок уже, ну типа осознанный плюс-минус, он должен исти ответственность за свои действия, за свои хотелки. Можно потакать детским капризом? Нельзя. Нельзя? Стоп. Можно. Можно потакать. Нельзя, стоп. Можно потакать? Можно потакать детским капризом, да или нет? Можно или нет? Можно, не всегда. Вот, я так же. Стоп. 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 Мы оба не согласны. Все. Если ребенок привинится, я дам ему еще один шанс и справиться. Размеры не имеют значения. Какие размеры? Члены. Причем тут дети? Так тоже не про детей. Нужная совместимость. Нет, размеры имеют значение. Что? Нет, что для тебя, что для меня понятное дело. Что? Нет. В смысле нет. Нет, не имеют размер значения. Какой размер? Чего угодно. С жопой, писькой, сиськой. Имеется, Саша, у тебя Венера в весах. Давай ты не будешь меня обманывать. Не без разницы. То есть, если девочка побреется на лосо, то тебе будет нормально. Да в чем тут размер тогда? Да нет. Ну блин, какие размеры? Например, размер одежды. То есть, если я буду XXL носить, и это мне будет в обтяжечку, тебя это будет устраивать? Вес будет 100 килограмм. Вот о чем мы речь. Размеры не имеют значения. Мы оба не согласны. А, стоп, размеры не имеют значения? Да, мы оба не согласны. Все. Я против светских поцелуев. Мне пофиг. Но смотря какие поцелуи. Главным в себе должен быть мужчина. Я не согласна. Мне тоже. Мы предпочитаем совместный отдых. Не согласен. В смысле? По отдельности отдохнуть с друзьями, мы можем с тобой вместе отдохнуть. Нет, в плане полететь куда-то. Отдыхать на море. Что, такой отдых? Да. Сейчас тебе чубачуп с лараку суну. Моим детям не нужна няня, им нужна мама. Ну не знаю, мне кажется, няню можно это. Ну, может, не няню, бабушку, там еще у кого-то. Ну да, можно. В семье должен быть общий бюджет. В ДЗ не разбираюсь. Типа, общий бюджет. Типа, должен быть общие деньги или нет? То есть, твои деньги, мои деньги, мои деньги, твои деньги. Нет, не общий. У супругов не должно быть друзей противоположного пола. У кого быть же, но из знаменитого стримера и побитого алкаша в одном. Блин, мы опять с тобой так сидим, что на меня лампа не светит, а как будто загорелая жестко. С руки сравни. Вот о чем речь. А мне говорят, я смуглая. Реально, ребят, я смуглая, по-вашему. У супругов не должно быть друзей противоположного пола. Не согласен. Мне пофиг. Да. Ради семьи я готов много работать. Да. Я научу своего ребенка быть смелым и бескорыстным с друзьями. Да. Для меня очень важна супружеская верность. Да. Да. Мне нравится заботиться о детях. Да. Мы иногда заебывали. Нет, я не люблю детей. Ну, наверное, когда у меня будут дети, я буду очень жестко в них вкладываться. Жена может не работать, но должна быть хорошей хозяйкой. Нет. Да. Хотя, ну и то, что должно. Ну, да. Мне не нравится шумная компания. 50 на 50. Ага. Тут нет такого. Ну, давай поставим мы оба типа согласны. Муж должен полностью обеспечивать семью. Нет. Жена должна. Я предпочитаю проводить вечер дома со своей семьей. Но я не могу проводить вечер с семьей. Семья, жена и дети. Жена и петрович. Ты и петрович. Я 50 на 50. Ну, тут такого нет. Я поставлю просто один ответ какой-то. В питании главное подавать пример ребенку в своем повезении. Отчасти. Сексуальная обиденность играет важную роль в моей жизни. Да. Нет, наверное. Реал. Тебе пофигу. Это как приятный бонус. Ну, то есть тебе пофигу. Мне кайф. Ну, просто... Типа, не помру с этого. Просто с тобой рядом приятно находиться. Ну, я тоже не помру. Ну, это же важно. Что? Я не знаю, что отвечать. Закласен один человек? Ну, поставь. Я уважаю старших. Типа, если речь идет о том, что просто старший, даже сон чмо какой-то, то его надо уважать, если с этим не согласен. Человеку надо уважать за его заслуги, за его достоинство. Любовь, это прежде всего работа над собственными отношениями. Есть. Да. Я против физического наказания для телес. Да. Влюбленность это игра гормонов, которая пройдет в скором времени. Нет, наверное. Да что я думаю, что нет? Тут просто коряблится. Супружеские отношения это личное дело пары, и не стоит посвящать у них кого-то третьего. Да. Угу. Деньги играют важную роль в жизни. Наверное, да. Уличный? Просто в жизни. Да. Муж должен зарабатывать больше с женой. Нет. Не согласен. Я уважаю родителей своего партнера. Да. Да. Я без стеснения говорю о своих интимных желаниях партнеров. Да. Да. Ты ничего не говоришь. У меня нет тайны от моего партнера. Да. У Каюши есть. Что? Ты всегда от меня скрываешь что-то. Я не правда. Я могу просто не рассказать, но я ничего не скрываю. Типа, я могу все рассказать, но я могу что-то просто забыть, рассказать или не рассказать. Это считается за тайну, но я не утаиваю. Ты лживо пишешь. Охереть. Я забралась. Я даже не помню, чтобы я хоть раз тебе врала. Не могу сказать, не знаю. Да в смысле? Ты просто так можешь наврать, что я никогда в жизни не узнаю. Да в смысле наврать? Нет, одно дело, когда я могу тебе какую-то историю выдумать и как-то пранкануть над тобой, но это типа шутка, это не ложь. А чтобы ты у меня что-то спрашиваешь, я тебе нагло вру, такого не было. Я однократно отношусь к недостаткам других людей, да? Да. Если у человека что-то не получается, виноват он, а не кто-то другой. Ну да. Все женщины нуждаются в мужской помощи и внимании. Нет. Нет. Что? Про фингал, то, что у тебя тоже должен быть. А, фингал. И женщине, и мужчине нужно ухаживать за своей внешностью, да. Жены лучше всех способны вдохновлять своих мужей. 50 на 50. Типа тоже. Не обязательно. Могут и другие люди вдохновить. Я стараюсь не показывать свои отношения на публике. Как понимать? Да. Ну типа я не стараюсь в соцсетях это нигде не афиксировать. Счастье в браке это результат труда супругов, а не везения, да? Да, да. Если я обижу партнера, то обязательно извинюсь, да? Я стараюсь советоваться со своим партнером, да? Я с удовольствием проведу с ребенком свободное время. Да как оценивать, если нет ребенка? Ну да. Я не буду настаивать, если партнер не хочет близости, да? Да. Моральные измены ничем отличаются от физической. Это еще хуже. Когда у тебя появляется интерес к кому-то другому, и у тебя в голове постоянно этот человек крутится, и ты с ним общаешься, уделяешь ему время, внимание. Ага. О-о-о. Фига. Да. Ну типа, на мой взгляд, это намного хуже, чем если просто там переспать по пьяни, грубо говоря. Что? Не, ну я так оцениваю, типа на весах, а ты перевешиваешь. Я полностью доверяю своей второй плывеньке, да? У Нести есть твои традиции и фишки, понятные только нам. Возможно. Наверное. Типа сложно это оценить. В отношениях развиваю я как личность. Развиваешься как личность. Наверное. Я тоже. Мне кажется, любые отношения каким-то образом тебя развивают. Не важно, неудачные твои отношения или удачные. Все равно ты из отношений выйдешь уже другим человеком. Жизнь пары, постоянный поиск согласия, а не отстаивание собственной правоты. Да. Да. Я не критикую свою вторую половинку в присутствии посторонних, да. Я тебя вообще не критикую. Я тебе могу что-то сказать, шепнуть на вышку, то есть ты сам еще мне вот это не нравится, и все. Что ты же, с подружками ты мне говоришь? Ты шутишь, я никогда прийти ничего плохого не говорю. Мне нечего прийти плохого сказать. Я тоже плохое не говорю. Ну вот все. Не, я могу сказать, что типа у нас там с тобой какие-нибудь сейчас неполадки, неурядки, что мы с тобой. Но это же не обсирание меня. Ну да, да. Ну и вы что встречаетесь с ней? Когда это ты говорил, что неполадки? Ну просто когда у нас это будет какой-нибудь этап сложный был. Я просто там с пацанами. Ну сейчас с какими пацанами. Да ебать, так много. Какими еще? Нет, я просто интересный. Тварь, не рассказываешь. Нужно представлять своей половинке полную свободу в его делах, да. Да. Нужно поддерживать свою вторую половинку в трудный момент и помогать ей в решении проблем. Да, 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 да. Хуйня тест. Поздравляем, у вас высокая совместимость и предрасположенность к браку. Взгляды на жизнь и на общее будущее у вас очень схожи. Не, у нас реал очень взглядов схожи. Ты знаешь, что это, типа, это проблема на самом деле. Что? Что у многих пар просто взгляды расходятся. Типа у всех наших знакомых у них очень... Ну, ты мне все уши уже проружжала. Что? Что у нас с тобой совместимость во всех тестах твоих. Что? Нет, кстати, это не самый жесткий тест на совместимость. Есть вообще лютые тесты. Я могу в телегу потом постик сделать на пару, чтобы вы и ваш партнер прошли. Там одиночки одни сидят. Там не вместе надо проходить, а по раздельности. То есть вы должны прийти, ваш партнер, и потом, типа, там по результатам можно оценить совместимость. У меня девочка есть, Аллони, пиздите. Ну, ладно. Ну, ладно. Это инсайды. Пиздите те, у кого есть молодой человек или молодая девочка. Они сейчас все с память начнут. У кого-то есть старенький молодой человек. Вот, и сколько минусов. Поэтому всем вам желаю найти себе вторую половинку. У тебя отмылось? Кто? Покраска вот эта. А, ну, что мне глаз красный? Это tilt. Ты знаешь, что он делает? Всё, я пошёл отдыхать. Ты знаешь, что Тим делает? Губы вот такие фиолетовые. Какие фиолетовые? Короче, тимп, он окрашивает, и он держится целый день, его хер смоешь. Какие глазки красивые. Ты спать? Ну, и там на диванчике смотрел обзор на машину и... По компьютеру. Ты себе долго будешь смотреть? А что ты... Ты сколько стримить? Ты хочешь обнять? Давай. Нет, я хочу ещё не так. А что спящего нельзя обнять? Нет. Ну, разбудишь, если уснул. Ну, ты сколько ещё стримить будешь? А вот мне интересно, сколько ты ещё будешь сидеть? Ну, сейчас точно продержу. Ну, нормально, я могу ещё постримить. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok